все мы собрались ура взяли чуть-чуть одежды но это еще не все там еще и да багажнике все выходим до первой остановки 6 часов на машине все мы упаковались тут еще у нас сумочка с едой маленькая маленькая сумочка с едой все и мы готовы и маленький рюкзачок а не божь и а москва и а москва 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 установка это немножко жёг квадрат заехали в старбак за кофе размяться где смотрите что происходит в старбаксе заказы принимается только через мобильное приложение вот тут на входе прям на входе вот вот дверь вот вход стоит стол дальше никого не пускают и выдают только заказ по мобильному перекус по берегу дороги водитель москва машина машинка для гольфа кар и сам автобус вот классический набор американца путешественника возможно еще велосипед распорядка к все уже спать легли а мы все едем игорь молодец он вообще нам остался час Я не знаю, что это, но это миллион солнечных батарей. Че, зачем, чему. Ура, мы это сделали. Шесть часов на машине. Игорь нас заселяет сейчас. Вон он, а я сижу. Я устала сильно. Мы ждем, пока нас заселят. Ну, такое-то. Ребята, сейчас будет бомба. Мы не знаем, получится или нет. Это мобильный ключ от номера. Ну, вот. Та-дам! Ну, пойдемте. Так, на входе раковина. Холодильничек. Сейф, кофемашина, ведерко для льда. Утюга здесь нет. Кстати, это первый отель, в котором нет утюга. Такой городской бюджетный вариантик. Ненадолго. А, смотри, что, нашла? Нашла, нашла, ладно, все, нашла. Хотела, что сказать, не буду. Ну что, мы в столице Флориды. Первое, что бросилось в глаза, куда-то делись все пальмы. Их нет. Зелени очень много, но ни одной пальмы. То есть, всего пять часов вверх на север, все. Не снимайте, ребятки, на улице. Симпатичненько. Бросилось в глаза много листьев. То ли их не подметают, потому что все забили сейчас. То ли тут всегда так. Но как-то, если честно, такой вид немножко неопрятный. Но зелень очень много. Тусовочка. А лавочки-то все заняты. И присесть-то у них тут негде. Прикольная такая скульптура. Американцы везде возошелся. Вот. Сюда он тут пришел. Ну, симпатичный. Ну, ничего не скажешь. Мы обошли весь центр. И кроме тех двух баров с людьми, мы не встретили ни одного пешехода. Ни одного. Только мы. Вот Оля и Игорь. Все, больше нет людей. Это центр города. Прям самый... Только подъезжаю, сейчас покажу. Вот машины стоят. Вот. Продавец подходит, спрашивает, что надо. Ну, вот такого я точно нигде не видела. Мы сейчас стоим в автомобильной очереди. За пивом. Магазины все закрыты. И один алкогольный местный магазин работает как макавто. С вчерашнего вечера никого. Вообще никого. Это суббота сегодня. Очень милые качели. Но вчера вечером тут сидел такой странный товарищ выживатого вида. Поэтому я уже не буду садиться на такие качели. Так, нам надо поесть что-нибудь. Кафе работает. Сейчас мы сюда засядем куда-нибудь подальше. Так, видно так будет. Салаты в среднем от 10 до 14. Закуски от 7 до 18. Бургеры 11-12 долларов. Горячие от 15 до 30. И десерты 7-8. Ну, в среднем это дешевле, да, немножечко, чем у нас? Долларов на 4, 5, 6, 7. Вот так. Как обычно в ресторанах вода, просто вода, всегда бесплатная. По умолчанию входит. Никто не спрашивает, будете вы пить или не будете. Просто приносит и все. И вот я тебе бесплатную воду. Ну вот, как обычно, маленькие американские порции. Это Олина. Это салат Игоря, больше, чем сам Игорь. Все. Друзья, нам приятного аппетита. Ой, что мы сейчас делать будем? Ой, класс! Я люблю такие штуки. А второй найдем? Или только ты поедешь, а я пешком? Конечно, найдем. Говорит, найдем второй. Ну, пока я пешком, походу. Какие штучки интересные. Какие штучки интересные. У нас тёртая фигурка. Красивая. Посмотрите, какая огромная бабочка. Она реально огромная. Она с мою ладонь на этом. Мы в ТОЦ приехали. Много, что закрыто. Большинство магазинов закрыто. Я бы, наверное, даже так сказала. очень много в основном все темнокожие люди я не будем пытаемся собраться и выехать из отеля у меня вот мучает один вопрос по поводу вот этих штучек это то что в обычной в гостинице выдают там мыльца вот это вот все обычно я против чтобы кто-то что-то там собирал но не то что против ну как-то а тут смотрите какие классники хочется взять честно скажите вы что-то берете из отеля мне кажется я вот это возьму а вроде приехали с одним чемоданом как не даете три часа уже давайте заселяйте нас быстро они не три часа еще два часа и мы в общем мы оказывается переехали часовой поезд и сейчас у нас час назад мы даже нахи 0 а а Ура, Кать Пальмы! Ура, ура, ура! Мы идем искать еду. Мы сразу видим, что это курортное место. Отель, 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 отель. Пальмы, 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 пальмы. Отель. А вот это как кавкус. Смотрите, большущий какой. Кавкус, не кавкус, не знаю. Но он огромнейший. Тебе встань, только вижу. А вот это клеветки. Чего нагрели? Креветки. Каши грит. Вот это что? Что-то во фритюре. Это суп и вот такой салат. И вот такой обруминный фриток. И за это мы все отдали. Чаевых и налогов. 52 доллара. Мы поели, идем на пляж. Вот я вижу дорожка. Сейчас туда пойдет. Туда, на пляж, туда, туда, туда. Погнали. Привет, море! Мы скучали. Мы попросили в отеле. Ой, это правда белый такой песок. Правда, песок был отмегнут. Класс! Много песка еще не встречало. Он как мука. Он реально очень белый и очень-очень мелкий. И такой хрустящий прям. Класс. Не нравится. А водичка тут тоже другого цвета. Она зеленая. Ну нет, нет. Давайте попробуем. Он теплая. Ай! Ну как бы. Нормально. Он вроде пытается. Ну и мерзлят. Номер на час. Они объяснили эту тему. Сейчас Игорь опять будет удержать, что я на каждые 3 секунды делаю сториз. Они, короче, говорят, что у них 90 номеров и сегодня огромный выезд. И у них не хватает персонала, чтобы все помыть. Вот. Поэтому, так как мы ждали час, они говорят, что они нам дали лучший номер. Ну чего, тут идем смотреть. Так, начинаем с вами. Ууу, как миленько. Класс. Большая. Классненько. Но это намного лучше, чем вот было до этого. Вчера. Ооо. Какой интересный уголок. Холодильник. Ветроволновка. Стакаш. Та-дам. Ааааа. Номер с видом на море. Кручок. Я не против часа ждать номера, чтобы он всегда был таким. Вообще огонь. Убегай. Ха-ха-ха. 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 У вас не получилось немножко. Субтитры сделал DimaTorzok где он, recommend наш judge quién. Я нашла. Андрей. Убега. Убега. Н Убегу. Для июля. Доброе утро, мир! Хочу всегда такой вид из окна. Нельзя, ничего нельзя, все, наверное, ветрено там. Ну, ладно, значит, будем сегодня где-то еще гулять. Ну, не совсем прям жопа-жопа с погодой. Ну, конечно же, не для пляжа. А, вон красный флаг вывесили на пляже, это значит купаться не... Время выезжать из отеля, а у нас вон что на улице. Видно же, да, что дождь сильный идет. О, дядька под зонтиком чешет. Ты куда, дружок? Ты что, мусор выбрасывал? О, боже мой. Мне кажется, можно было попозже это сделать. Вон еще очень смелые товарищи решили погулять. Вот, мы выползли. Сейчас я вам покажу, что на улице творится. Ну, ветер такой. Можно выбрать готовые бургеры, а можно сочинить, сделать свой бургер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы на въезде в Пенсаколу. Мне уже тут нравится. Такие, да, но очень интересная машинка такая. Миленькая. Полный набор посуды, стекла. Духовка, плита, микроволновка. Холодильник. Холодильник. Так, тут что-то водит в шкафчиках. Тостер. Вот такие средства. Идеально, можно же... Вот такая мини-квартирка. Что-то там мыть, наверное. Что здесь... Кастрюля. Приборы. Мусорная корзина. Все есть. И даже... Кухня. Это так называемые long-stay отели. Они сделаны по типу таких мини-квартир. И тут есть кофе-машина. Посудомоечная машина. Услуга бесплатная. И стоимость покупок просто впишут на ваш счет за номер. Привет. И вот. И можете спокойно, пожалуйста, готовить на кухне. Помимо полностью оборудованной кухни в номере, есть еще функция закупки продуктов. То есть, если вам надо, чтобы вам принесли домой продукты, вы утром на ресепшн относите список продуктов. И вечером они у вас. Также в отеле есть трачечная, моечная. Можно... Ой, как вкусно пахнет порошком. Можно постирать. Вот за доллар. Доллар стоит стирка. А, ну и сушка тоже стоит доллар. Да, я так понимаю, что отдельно доллар и доллар. Вот. По 30 минут стирается. 30 минут стирается, 30 минут сушится. И можно вот тут белье разобрать. Ну, прикольно. Сосисочки, там ужин, все что хотите. Мы вот собираемся это завтра сделать. И можно здесь посидеть и поужинать. Ну, фишечка отеля Long Stay, что всегда на улице есть вот такая зона барбекю. Вот он, гриль. Он сейчас, правда, закрыт, потому что дождь шел. Ну, сюда можно приходить и... Вы еще знаете, что в каждом отеле обязательно лежит? Библия. Всем доброе утро. Мы сегодня заленились и опоздали на завтрак. Поэтому Игорь съездил в магазин. Сейчас будем готовить. Вот. А мне сегодня лениво. Мы никуда не пойдем, ну, в первой половине дня. Я вам сейчас покажу. Давайте расскажу, что по ценам там, что на продукты. Вчера мы чуть-чуть еще съездили, кое-какую одежду купили. Покажу вам цены. Вот. И буду лениться дальше. Пляж нельзя, значит, будет шопинг. Идем в Marshalls. Сеть магазинов, куда свозят, ну, я не знаю, прошлое, не прошлой коллекции, но там много всего, куча всего по очень доступным ценам. Вот. Народ есть. Находила стоит девочка. Просится выбрать сексу в дистанцию. Ну, вот красивые пудровые джинсики. Майкл Хорс. Они стоили... Сколько они стоили? Они стоили почти 100 долларов. Сейчас их можно купить за 20. Так, что с обувью? В тапочке Керлин Клайн. Вот 14 долларов можно купить. Кейс перил, очень удобная. Чего они? Сколько? 28 долларов. Что я купил? О! Майкл Хорс туфли. Господи боже, 36 долларов. Вообще даром. Примерочные пока закрыты, поэтому я спрошу, непонятно, как покупать. Вот красивые туфли вижу. Керлин Клайн. Симпатичный. 22 доллара. Вудочка Керлин Клайн. 17 долларов. Много всего для дома. Тут тоже полотенчики. В общем, такой магазин. Все в одном магазине. Американцы любят такой стайл. Вот полотенчико, например, банное. 7 долларов стоит. Не видела раньше белье. Полотенце. Вера вон. Большое банное. 8 долларов. Приятно очень. Такой вот наборчик из двух. Маленьких. Тоже 8 долларов. Мы чуть затарились. 30 дней, по-моему. Так что время есть. Можно даже еще и из дома вернуть. В нашем городе. Сейчас скучилась по шоппингу. Все померяем в отеле. Если что-то не подойдет, завтра привезем обратно в студию. Хотя вообще вещи можно, ну, в основном можно возвращать в любом магазине сети в течение дня. Сегодня пятый день нашего путешествия. Мы реально как-то то ли подустали чуть-чуть, то ли заленились. Но никуда не хочется ни ехать, ни смотреть. Пенсакола, прости. Наверное, к вечеру мы выползем, а пока мы на бассейн пришли. Солнце, правда, уже спряталось. Но все равно я решила, что на свежем воздухе лучше. Почитаю, постик какой-нибудь напишу. Смотрите, муравьишки во Флориде. Он очень крупный. Вот какие еще малыши тут у нас бегают. Привет. Он не боится меня. Иди. Как классно тут. Такой вид. Обалдеть. Вода, 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 вода. Много воды. Большая вода. Круто. Увидела два рулевых колеса с одной стороны и с другой стороны. Но я не знаю для чего. То ли вдвоем и не надо управлять. То ли можно сегодня с этой стороны хочу, а завтра с другой стороны хочу. Другой человек просто отдыхает своей, наверное, ехать. И вот он, круизы, двухчасовые по 85 долларов продает. Это парусник. Вон какой интересной конструкции. И вот тут четыре человека, да, могут сидеть. И тут еще один любитель рыбалки. Привет. Хорошенькая. Офья. Офья, главное, вообще людей не парится. Ну, рекой, наверное, взлет. Наверное, подкармливают ее. Офья. Большой. Он тоже за рыбой прилетел. О, какой красавчик прилетел. Еще один. Хороший. Давай, давай, давай. Товарищ стоит, ждет рыбки. Товарищ стоит, ждет рыбки. Товарищ, сидит, ждет рыбки. А есть много вот таких лодочек. Есть. Большая лодочка. Ей еще привязана. Маленькая лодочка. Лодка в лодке. Ребята, у нас ужин, оказывается, включен. Тут что-то в боксиках положили. Сейчас мы возьмем, посмотрим. Вот мы уже винишко налили себе. Красное, белое предлагают на выбор. Вода. Всякая сода. И пиво даже. Прикол. Вообще они молодцы. Это очень редкость большая для американских отелей. Вон, Игорь, какой счастливый. Уже готов. Ух. 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 Поехали. Неженько так, миленько. Мои любимые цвета. Все в голубе. Вот, столики для переговоров. Барная стоечка. Розетки везде. Можно работать, можно есть, можно отдыхать, можно лежать. В общем, нормально. Партон. Открытый. Вот, Игоря Браджицы. Вот, и что? Вот, и тоже есть грильная улица. Прикольно. Просеяние, душ. Ой, я же без карточки еще, я назад не зайду. Надеюсь, меня кто-то спасет. Идет спасать. Сейчас посмотрим, что он скажет. Насколько это умное было. Мобильный ключ работает. А, да? Да. Такое ощущение, что отель прям нулевый. Все новое, чистое, свежее. Вкусно пахнет очень. Привет, очередной дом. Это тоже, тоже с кухонькой, отельчик. Все то же самое, только мини-версия. Диван. Кровать. Где-то все включаешься. Ну, в общем, вы поняли. Плюс-минус, все приблизительно одинаковые, похожие по строению. Ну, почему похожие? Потому что это одна сеть и много одинаковых стандартов. Что не может не радовать. То есть ты всегда ожидаешь приблизительно одинаковый уровень сервиса. Посуда тоже есть? Ну, все то же самое. Диванчик раскладывается, интересно. Да, диван раскладывается. То есть в номере может жить 4 человека. И вот эта штучка мне понравилась классная. Вот, вот этот столик, он снимается, он может на кровать встать. А можно вот сюда его, на кресло. Вот, круто, он такой многофункциональный, прикольно. А смотрите, что еще классная штука. Мне кажется, это очень умно. То есть душ вот здесь, а включатель вот здесь. То есть тебе не надо лезть под душ, включать, чтобы тебя окатила сразу ледяная вода. А можно здесь включить, подождать и только потом уже идти под душ. По-моему, гениально, блин. Ну, вот и коврик еще, чтобы не скользить. Удобненько. Тут на улице тоже стоят столики. Я так подозреваю, что это камин должен быть, да. Классно. Отель открылся всего лишь неделю назад. Всем привет! Ура, погода наладилась. Мы опять выезжаем. Букет с нами путешествует уже сегодня. Пятый день, что ли? Он свежачок, молодец. Сейчас идем на пляж. Буду вам рассказывать про Панаму и Сити Бич. Многие спросили меня про стоимость отелей, в которых мы останавливаемся. Средняя стоимость 120-160 долларов в сутки. Ну, без всяких скидок, если вот просто обычный человек бронирует. Мы платим гораздо меньше, у нас скидка сотрудников сети. Приятный курортный город. Визуально очень приятный, чистый, ухоженный, симпатичный. Домики такие яркие. Это вот главная улица, ведущая к морю. Визуально очень важно. во всех городах которые мы посетили за последние дни есть один плюс большой парковки бесплатные центре города на пляжах на причалах везде парковки бесплатные это круто но также есть минус во всех этих же городах где есть пирсы посещение пирса платная у нас наоборот у нас посещение пирса бесплатная всегда но парковки платные то есть вот чтобы прогуляться по этому пирсу здесь панама сити бич вы заплатите 3 доллара чтобы половить на нем рыбу 7 долларов пляж очень хороший песочек белый тоже мягкий сегодня красный флаг некоторым пофиг на красный флаг и вот там даже ребята пытаются серфить вот они надо на досках плывут пытаются ловить волны он ребятки занимаются огонь же песок белоснежный вода очень красивого цвета сегодня желтый флаг можно купаться с осторожностью в общем круто все очень тут здоровско америки везде где я была на всех пляжах запрет с животными но есть специальные пляжи куда можно с животными и у нас так и видимо вот мы сейчас попали на пляж который можно с собакой собачки малышня вообще купаться лезет видите да да так сладненько немножко первое ощущение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас им жарко и они уплыли туда, где попрохладнее чуть-чуть, а вообще зимой их тут сотни, потому что там море им холодно и они сюда приходят в теплые воды. Это будет наш первый заплыв на каякинге. Я боюсь. Я как раз спросила про аллигаторов, сказали, что с нами будет все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Мы поедем вот на этом. Сейчас Игорь проходит инструктаж. Мне потом расскажет. Немножко мне боязно. Меня зачем-то вперед посадили. Ну, я не могу сказать, что это безумно легко. Мы тут чуть перезвелись из-за того, кто в какую сторону гребет. Ну, в целом прикольно. Игорь, что скажешь? Вот такие у нас виды вокруг. Вода зеленая, очень много водорослей. Ну, в общем-то, водорослями Манати и питаются. Ну, ни одного Манати мы, конечно же, еще не встретили. Не факт, что встретим. Даже собачка плывет. Ой, господи. Решили на семейном совете, что каякинг это, походу, не наше. Красиво вокруг очень. Ну, я что-то так устала грести уже, что прям уже не в кайф. Вот Игорь будет нас дать. Ну, вот дно видно, вода чистая, но Манати не видно. Многие паркуют тут лодки. Просто тусуются. Ты хочешь каяк? Будем покупать? Нахуй каяк. Нахуй лодки. Машина вот эта весь. Что там, самолет, я не знаю. Нет, вода не наша. Даже при том, что я баталий, сука. Решено, да? Нет, нет, нафиг. Ну, короче, по-моему, это был наш первый и последний раз. Я точно, нет, я пас. Я не знаю, как Игорь, но если он захочет, он без меня пусть едет. Не-не-не, не в этой жизни. Не, мы лучше пешочком. Спасибо. Я не знаю, что вы хотите. Хорошо. Хорошо. Поехали. 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 Спасибо. 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 Поехали. 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 Ребята, мы дома. Всем спасибо, кто путешествовал с нами. Ну круто же было, да? Спасибо. Увидимся в следующих путешествиях. Зачеком. Зайка. Привет. Родители вернулись. Привет, мой сладкий. Привет, мой хороший. Привет. 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 Хорошо.